Данный материал содержит элементы рекламы. Да, Таиса Разумовская, тут який вишенка спелая, вы посмотрите, правда в крапинку, значит червивая. А еще, ну такое, значит не без червоточинки. Еще на скафе классик с нами начинает утро и, как я уже упоминала, гиперактивность пиваков, но новости прилетели такие, что вроде бы радоваться хочется, потому что действительно наконец-то хоть что-то оживляется. С червиночкой новости. Да, госпредприятие «Железная дорога Молдовы» планирует в ноябре возобновить движение молдавских поездов, курсировавших из Кишинева в Бухарест, Ясы, Одессу и обратно. Я считаю, что особенно радует направление на Одессу. Да. Да, почему? Потому что море, пляж, холодное пиво. Ноябрь, теплая водка, ледяной ветер одесский, то, что надо. Далее цитата. Директор предприятия Олег Тафилат добавляет, что, значит, заявляет, пассажирские рейсы в это время года не приносят дохода, но их запуск важен для имиджа. А для имиджа чего, простите? Железной дороги Молдовы? Я, наверное, наверное. Что вот нехай едет, но лишь бы ехала, да? Да, и плюс к этому это будет большой радостью для пассажиров и, внимание, сотрудников железной дороги Молдовы. Не, ну правда. Я думаю, что для них большой радостью будет когда-нибудь все зарплаты выплатят. А, кстати, да, там же была какая-то история про огромный долг, да? Ну, так что, на всякий случай напомню, долг предприятия железной дороги Молдовы составляет 765 миллионов леев. Ого-го! Да, да. И вот когда в этот момент мы начинаем говорить про имидж, да, мы понимаем, что это как бы смешно. Ну, ты знаешь... Это вот напоминает кредит на айфон, понимаете, когда вы с последней моделью, но едете в маршрутке. Да, и между прочим, такими вот перевозками вряд ли они эту сумму все наработают в ближайшее время. Сосмысленно работают. Он же так и сказал. Это просто... Пассажирские рейсы в это время года не приносят дохода. Но это важно для имиджа. По словам Тофилата, планируется, что в Одессу и Ясы будут ходить модернизированные поезда, а в Бухарест старый состав. Поезда будут ходить по расписанию, действовавшему до остановки рейсов, и цены на билеты не изменятся. Да, я вот тут вспоминаю, так, на всякий случай, вам для информации. Значит, поезд до Унгена, это 100 километров, шел 3,5 часа. Ну так, по-моему, плюс-минус. Маршрутка, это же расстояние проходило за час 40. Я так подозреваю, что до Бухареста поезд будет идти примерно трое суток. Ну, как до Казахстана. Я хотела процентно сказать. Ты какой-то сильно ворочливый, ты знаешь... Ну, есть же адекватные вещи, да, Катру? Есть неадекватные, вот это неадекватные. Нет, ну, с другой стороны, наконец-то теперь можно сесть в поезд и не ехать машиной, не искать маршрутку, а просто сесть, расслабиться и доехать до точки назначения. Да, очень сложно было сесть в маршрутку, расслабиться и спокойно доехать до точки назначения. Не все ходило. Или сесть в автобус, да, и спокойно, с комфортом доехать до точки назначения. С графиком была проблема. Да. В поездом действительно удобнее. Билет до ЯС, кстати, стоил от 90 до 130 леев в зависимости от класса вагона. До Одессы 150-195 и до Бухареста 340-650 леев. Вот в этом диапазоне цены примерно и останутся. Что? Ну, добился. Все, я уже не буду ничего говорить. Прямо сейчас коротко отдать сегодняшний в истории. Вот с таких вот позитивных новостей мы начинаем наше утро, да? Ну, поехали. 29 сентября 1897 года впервые было исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в Театре Олимпо на премьере спектакля «Креольский суд». Ну, а в 1916 году, именно 29 сентября, Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт Оилл», стал первым в мире долларовым миллиардером. Что же еще прекрасного произошло 29 сентября в мировой истории? Мы расскажем далее. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Цель события – обратить особое внимание общественности на проблему сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинские семинары, научные форумы, познавательные лекции от именитых кардиологов и терапевтов, публичные лекции, круглые столы с врачами и представителями социума традиционно проходят в этот день. 29 сентября 1907 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Год спустя работали уже девять трамвайных маршрутов в городе. Вагоны были изготовлены английской фирмой «Бреж». Позже их стали делать и на российских заводах. Вначале попытались разделить вагон на два класса с разной оплатой за проезд, но быстро выяснилось, что это неудобно для всех. Развитие трамвайного движения в Петербурге потребовало реконструкции улиц, укрепления мостов, создания трамвайных парков. Сегодня легендарная российская рок-группа «Чаев» празднует свой день рождения. История группы началась гораздо раньше, но сами «Чаевы» считают датой своего рождения 29 сентября 1985 года – день первого концерта в Свердловском доме культуры. В этот день коллектив впервые выступил под названием «Чаев». За годы своей деятельности группа получила всеобщее признание и удостоилась ряда наград, среди которых приз зрительских симпатий, премия «Золотой граммофон» за лучший рок-песню, премия «Овация» за лучший музыкальный фильм. Авиастроительный концерн Airbus показал прототип летающего электрического такси NextGen. Предполагается, что летательный аппарат пройдет сертификацию и выйдет на рынок в 2025 году, а свой первый полет совершит в 2023. Прототип рассчитан на четырех пассажиров. Предполагается, что на первом этапе эксплуатации одно из мест будет занимать пилот, но затем аэротакси начнет перевозить пассажиров в автономном режиме. NextGen представляет из себя гибридный летательный аппарат, что позволяет ему садиться и взлетать вертикально. Горизонтальный полет аппарат сможет совершать в самолетном режиме для экономии электроэнергии. За вертикальный полет отвечают шесть электромоторов, а еще два мотора для горизонтального полета размещены в хвостовой части. Ожидается, что аппарат сможет летать со скоростью до 120 км в час на расстоянии до 80 км. При этом инженеры уделяют отдельное внимание шуму, нового аппарата, который должен составить конкуренцию вертолетам. Утверждается, что при посадке аэротакси Airbus будет шуметь не громче бытового пылесоса. Они всегда в тренде и при этом остаются практически неизменными на протяжении десятилетий. Хотя ты знаешь, в детстве я их терпеть не могла. Клаю усы? Нет, ну это я сейчас терпеть не могу. Вязаные жилеты, мы говорим про них. Это один из самых горячих трендов этой осени. Уютно, тепло, стильно. А как выбрать и с чем сочетать, мы расскажем далее. Объемная красивая вязка выглядит очень по-осеннему. Крупные косы лучше смотрятся на объемных жилетах Oversize. Небольшие косички на жилетах, которые садятся по фигуре. Благодаря правильному расположению узора, можно визуально скорректировать фигуру. К примеру, объемная коса по центру зрительно вытянет и добавит роста. А крупные косы по всему жилету – хороший способ за счет объема вверху подчеркнуть стройные ноги в мини-юбке или леггинсах. Лаконичный и аккуратный жилет гладкой вязки максимально листит фигуре. За счет отсутствия на нем декоративных объемных деталей, он не добавит визуально килограммов. И даже если такой жилет будет не облегающим, а широким, он красиво драпируется на корпусе. Словом, если вам важно выглядеть максимально стройной и изящной, выбирайте жилет гладкой вязки. Трикотажные жилеты в стиле прэппи в списке самых желанных покупок сезона «Осень-зима 2021». Чтобы подчеркнуть свою любовь к вещам из гардероба британских студентов, делайте ставку на трикотажные жилеты в вертикальную или горизонтальную полоску, ромбик или клетку. А если вы наоборот хотите отдалиться от тематики «Скуллгарл», присмотритесь к однотонным моделям. В жилетах очень удачно воплощается один из самых оригинальных стилей этника. Скандинавские, мексиканские и африканские национальные узоры стали отличным поводом для дизайнерских стилизаций. Модели с принтами – очень яркое и самобытное дополнение к нарядам в самых разных стилях – от экзотического бохо до неформального делового. Любимое сочетание модниц – жилет со свободной однотонной хлопковой рубашкой. Каноническим стали сочетания бежевого жилета с голубой сорочкой и джинсами. Трикотажный жилет можно носить и в качестве основного верхнего слоя, сочетая с брюками, джинсами или юбкой. Очень эффектно смотрится монохромный образ. Единая цветовая гамма визуально вытянет силуэт и сделает фигуру более хрупкой. А если захочется добавить акцентов, просто дополните наряд парой контрастных аксессуаров. «Лучше б с черепахой жил, ехай, ехай». Все, спокойно, все знают эту песню Ленинграда, процессировать полностью не надо, пожалуйста. Да, но тем не менее, продолжение этих классических строк все образованные, интеллигентные люди наверняка знают. Да. Ну и если вспоминать того же классика Сергея Шнурова, то он утверждал, что иногда лучше жить с черепахой, чем с некоторыми дамами. Это правда. Но если вы собираетесь жить с черепахой, вы должны знать несколько тонкостей и премудростей. Как же за ней ухаживать? И все полезные лайфхаки далее в сюжете. Побежали, ребятушки. Побежали, побежали. Вон, видите, у нас тортанули уже. Медлительных людей Илья никогда не называет черепахами. Его питомцы не спринтеры, конечно, но все же довольно шустрые. В парке спокойно погулять не дадут. Только отвернешься, они уже на другом конце лужайки. За черепахами нужен глаз да глаз, потому что удрать они могут очень легко и очень быстро. Соответственно, как бы выгуливать, лучше их, чтобы черепахи всегда были на виду. Во-первых, даже для того, чтобы они ничего не смогли съесть. На улице может быть какой-либо мусор. Поэтому лучше всего это делать в каких-то парковых зонах, либо на дачном участке, где вы будете уверены в том, что их не перегрызет собака, что их не утащит ворона. У Ильи два вида черепах. Великолепная лесная и амбоинская шарнирная. Они относятся к вторично-наземным. Это в целом достаточно активные животные. Днем, когда жарко, они обычно прячутся в укрытиях, но по утрам и вечерам выходят на охоту. В отличие от своих сухопутных собратьев, которые питаются только растениями, и водных, что в большинстве своем хищники, вторично-наземные едят, можно сказать, все подряд. Официально по систематике они относятся к пресноводным черепахам, но при этом по обитанию они находятся в основном на суше. И заходят какие-то мелкие водоемы, лужи, чисто вот покупаться. Эти черепахи называются вторично-наземными. Эти виды являются всеядными, предпочитают животную пищу растительной. Но когда никого поймать не дается, они довольствуются растительной пищей, грибами, растениями. Поэтому кормить таких черепашек одной травой не получится. Им положен разнообразный рацион. Ягоды, фрукты, овощи, сверчки, рыба, улитки и плюс обязательно витамины и минералы, чтобы не было рахидов. Только все продукты должны быть безопасными для рептилий. Насекомых лучше покупать в зоомагазинах, а улиток, собранных на улице, замораживать, чтобы не занести паразитов. Питаются вторично-наземные черепахи раз в 2-3 дня. Хотя, когда вам надо будет уехать, они легко переживут без еды неделю-полторы. Так-то эти присмыкающиеся, если за ними правильно ухаживать, почти не хворают и живут довольно долго в неволе до 30-40 лет. Но, повторим, это если обеспечить черепашкам все необходимые условия. Самое главное – подготовить для них жилище. Не картонную коробку, не контейнер, а большой террариум с толстым слоем грунта, купалкой и ультрафиолетовой лампой, которую, к тому же, каждые полгода придется обновлять. Для содержания нужен просторный горизонтальный террариум примерно для одной черепахи от 60-80 см в длину, где-то 40-50 см высотой, шириной. Если держать в тазике на газетке, то черепахе будет некомфортно, она не сможет зарыться. Это приведет к проблемам с формированием ровного панциря. Опять же, у нее будут пересыхать конечности. Кстати, несмотря на габариты, уборка черепашьей жилплощади не такое уж и хлопотное дело. Запаха от них особого нет, так что подстилку в террариуме меняют всего раз в 3-4 месяца. До рептилиям, в принципе, много нашего внимания не требуется. Чем меньше вы будете с ними взаимодействовать, тем им спокойнее. Конечно, иногда, особенно в раннем возрасте, их надо брать на руки просто, чтобы они привыкали и не стрессовали. Но не более. Это не самые социальные и общительные животные. Они и в природе-то живут поодиночке. Черепахи сами по себе не являются ручными животными. Они больше наблюдательно сидят в террариуме, купаются, а может охотятся, если какой-нибудь живой корм положить, бегущий. Но для каких-то прогулок или для тисканья на диване оно не подходит. Потому что сцарапает, может покусать. Что ж, наверное, вы уже поняли, вторично наземные черепахи – не лучший подарок маленьким детям. С ними не поиграешь, и они могут нечаянно травмировать ребенка. Впрочем, такой экзотический питомец и не каждому взрослому будет интересен. Так что перед покупкой надо хорошенько все обдумать. Давайте подведем итоги. Минусы. Требуется большой террариум с ультрафиолетовой лампой. Неконтактные. Не рекомендуют заводить для маленьких детей. Плюсы. Всеядны. Долго живут. Уборка террариума раз в три месяца. Илье черепахи нравились всегда. Да, с ними, быть может, не так весело, как с собакой или с кошкой. Они не виляют хвостом и не мурлыкают, но зато и держать их проще. Хотя, говорит, его питомцы тоже кое-что умеют. Он их с детства приучает не бояться человека. Так что, когда Илья подходит к террариуму, они не прячутся, а вытягивают головы. Конечно, таким образом они просто любопытствуют, нет ли для них чего вкусного. Но со стороны это выглядит так, будто черепашки приветствуют его. Генеральный спонсор показа «Носкафе». Новое утро. Новый кофе «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Носкафе». В селе Гайдар и Чедрелунгского района на деньги Евросоюза отреставрируют ветряную мельницу, построенную в конце 19 века. Что тебя смущает? Ну, да-да. Ветряная мельница – это просто конструкция из дерева. У нас в стране дерева не хватает, скажите мне, пожалуйста. Не обязательно, там же еще аштов каменный. Он тоже деревянный. Я видел эту мельницу. Дело в том, что она 19 века. Ей наверняка нужно что-то более трепетное и щепетимое в подходе. Ну, какие-то специалисты привлеченные к этому. Наверное, да. Эскиз проекта восстановления ветряной мельницы в селе Гайдар разработали на основе местных и международных норм сохранения культурного наследия. Отмечается, что после реставрации ветряная мельница снова сможет работать. Кроме этого, мельницу включат в туристический маршрут. Для посетителей обустроят даже зону отдыха. Мельница уникальна. Она полностью сделана из дерева, включая механизмы, перерабатывающие зерно. В России завершился 32-й по счету кинофестиваль «Кинотавр». В этом году программа была очень разнообразной. В списке представленных фильмов и мировые бестселлеры. Кстати, и тематика кино соответствует международным трендам. В общем, наши коллеги побывали в городе Сочи и готовы поделиться своими впечатлениями. Это фестиваль, который показывает что-то самое яркое, что-то очень важное и какие-то векторы определяет. Для меня это самый интересный «Кинотавр». 32-й «Кинотавр» идет в ногу с европейскими трендами. Отношения супругов, родителей и детей в этом году становятся основой для большинства кинематографических историй. Психологические драмы, комедии, триллеры. Режиссеры по-разному говорят об одном и том же. Такой ключевой институт гражданский, каковым является семья, он переживает изменения. Роль женщин, конечно, меняется. Эта тенденция, конечно, нарастает. Естественно, гендерное равноправие и полноценная возможность женщин заявить о себе, она, конечно, становится все более важной. И кинематограф откликается на эти изменения. В числе ожидаемых премьер – драма известного театрального режиссера Виктора Рыжакова «День мертвых». О путешествии матери и сына, во время которого они проходят большой путь внутренних изменений и преодолений. От любви до ненависти и обратно. От нежелания понять друг друга до примирения. Это и род-муви, и коллекция ответов на вопрос, почему близкие люди перестают слышать друг друга. Просто беспокойся. Мне 35 лет, я сам о себе побеспокоюсь. Но самое удивительное, как семейная тема, находит продолжение в фильме с толким названием «Оторви и выбрось». В ленте Кирилла Соколова «Барьба матери за возможность воспитывать своего ребенка» выливается в безумное приключение с погонями и перестрелками. Гротескная и при этом остроумная комедия – большая редкость в фестивальном конкурсе. Токсичные семейные отношения, с которых очень сложно вырваться. И вот этот вот круг, который ты не можешь порвать, капкан, в котором ты оказался. Вот это все очень понятно, очень близко. Еще один тренд – литература на экране. На Кинотавре покажут сразу несколько знаковых экранизаций. Среди них фильм «Общага», созданный по роману писателя Алексея Иванова. Незамысловатая история о жизни свердловских студентов, которую снял голливудский оператор Роман Васьянов, постепенно разрастается до масштабов настоящей драмы – о борьбе за совесть и достоинство. В этот момент моя судьба решалась. Особая гордость фестиваля – картины, о которых говорит весь мир. В программе Кинотавра – лауреаты киноосмотров в Каннах, Венеции и Лакарна. От фильма «Герда», рассказывающего о судьбе провинциальной актрисы, которая старается найти свое место в жизни, до драмы «Капитан Волконогов бежал» – мощного авторского высказывания о цене прощения и раскаяния. Скорее всего, из-за коронавируса мероприятий, связанных с днем рождения города, не будет. И поэтому мы решили восполнить эти пробелы и компенсировать рассказами о районах нашего города. Наш репортер Ирина Славина узнавала, как празднику преображается Рыжкановка. Ей слово. В северо-восточной части Кишинева, на левом берегу реки Бык, располагается сектор Рыжкановка. Оживленный, зеленый, с важными культурными и промышленными объектами. Своё название район получил от фамилии бывших владельцев. Сначала боярина Константина Рыжкану, а затем его сына, великого стольника и наместника Дмитрия. Сегодня эпоха землевладельцев – лишь история, но руководитель у Рыжкановки есть – претор. Вместе со своей командой он ежедневно старается сделать жизнь горожану лучше. Влад Владиславович, а как проходит рабочий день, рабочая неделя претора? Рабочий день у нас, в принципе, начинается в половине восьмого. У меня есть два отличных вице-претора в лице Олега Суслова и Сергея Дойна. Каждое утро мы с ним встречаемся по восьмого, ставим задачи на целый день, чем они будут заниматься, что они успели реализовать в прошлом днём. И после этого начинается уже тот самый рабочий день. В дальнейшем все секции делают уже свои заседания и уходят в территорию. Вопросы есть разные, как бытовые, с ЖЭКами, что у кого-то течёт крыша, кому-то нужно дверь поставить, у кого-то сломалась ступенька. Это если мы говорим о текучих моментах. А когда проходит лично мой день, мне он очень нравится, потому что стоят задачи, которые я, как предот, ещё и житель этого города, имею реальную возможность здесь что-то поменять. Расскажите, есть ли у вас своё любимое место на Рашкановке? Так как я родился на Рашкановке и прожил здесь всю свою жизнь, у меня нет какого-то конкретного места, где мне нравится находиться, или вот это какое-то моё любимое место. Вся Рашкановка комплекс, она интересна, потому что много ситуаций было на Рашкановке, и каждая тянет за собой какую-то интересную историю. Поэтому можно сказать, что вся Рашкановка, она и имеет, она и есть то место, где мне нравится находиться и быть, и жить. Я знаю, кстати, немало людей, в данный момент уже и вы в их списке, которые живут на Рашкановке всю жизнь или несколько лет. И они попросту влюблены в этот район. Вот по-вашему, чем это обусловлено? Мне кажется, что Рашкановка, она находится идеально по локации в Кишневе, в связи с тем, что отсюда можно попасть в любую черту города за короткое время. Здесь находится всё, что нужно, чтобы проживать комфортно. И парки есть, и леса, инфраструктура очень сильно развита. А вот само развитие инфраструктуры проходило весьма необычно. К примеру, Московский проспект, главная улица района, в 50-х-60-х годах 20-го столетия служил взлётно-посадочной полосой. Здесь приземлялись и поднимались в небо самолёты. Диспетчерской городского аэропорта служило нынешнее здание Управления образования молодёжи и спорта. Однако в канун Олимпиады 80-го было отдано распоряжение превратить ВПП в красивую и живописную улицу, чтобы пронести по ней олимпийский огонь. И работа закипела. Проспект реконструировали, разделительный газон убрали, положили асфальт. Вдоль дороги построили жилые дома, магазины, рестораны. На тот момент Рыжкановка уже чуть более века считалась предместем города. Она стала его частью примерно в то же время, когда Кишинёв получил статус города. Своё начало молдавская столица берёт от этого места. Люди поселились именно здесь по одной простой причине. В 1887 году они нашли источник. Он снабжал город водой в течение ста лет. Сейчас о первых поселенцах напоминает вот этот камень с надписью «Место основания Кишинёва». Памятник располагается на пересечении улиц Пушкина и Албешуара. За ним возвышается Мазаракевская церковь. Самое старое из сохранившихся зданий города и одно из самых загадочных. Точная дата строительства до сих пор не установлена. Упоминаемый историками 1752 год достаточно условен и документально нигде не подтверждается. Со дня своего основания храм неоднократно реконструировали и перестраивали. А в 19 веке к основному зданию добавили колокольню. Но, несмотря на все проводимые изменения, церковь сохранила свой первозданный облик. Если камень основания и Мазаракевский храм считают историческим началом Кишинёва, то несохранившаяся церковь Архангелов Гавриила и Михаила или Старый кафедральный собор – это духовное начало. Его возвели в 17 веке на месте нынешнего театра Луча Ферру. С правой стороны, согласно архивным и историческим данным и исследованиям, находился дом митрополита Гавриила Бенулес-Кубадони. Это то самое здание, которое вы видите на картинке. В межвоенный период оно служило церковным музеем. Специалисты сейчас готовятся к раскопкам на месте бывшего музея. Как только они найдут необходимые артефакты, саурозят символичный архитектурный макет дома Бенулес-Кубадони и церкви. Наш Кишинёв имеет очень много мест, архитектурных, со своей культурой, со своей историей, которые уже забыты. Под этот текст я хотел бы, конечно, поблагодарить господина Лилиана, что в нашем городе еще остались те романтики, те люди, которые любят свой город и показывают, доказывают те вещи, которые уже давно забыты. Городской цирк воплощает в себе сразу все – историю, романтику, культуру, архитектуру. Недаром после постройки его назвали четвертым в мире и первым в Советском Союзе по красоте и удобству. Правда, действующим он был не всегда. В 2004-м цирк закрыли на ремонт и лишь спустя 10 лет открыли малую сцену. Однако обновление главной арены не за горами, аукцион по поиску строительных компаний уже объявлен. Конечно, мы все волнуемся. Много лет мы ждали этого, потому что сначала производилась техническая экспертиза здания, которая ответила нам на многие вопросы. Вообще стоит сюда вкладываться, в каком состоянии здание, и техническое, и сиитчисное. Экспертиза была положительная. Был произведен конкурс для того, чтобы выбрали проектанта. Выиграла итальянская фирма, которая сделала очень красивый, очень хороший проект, по моему мнению. Есть на Рыжкановке и другие значимые места. Об афганском парке знают не только местные жители. Иностранные туристы впечатлены белыми пилонами и охотно делятся впечатлениями в сети. Сквер хороший. Если спуститься до самого низа, в лесу есть три озера. Отличная прогулка. Достойно один из двух военных мемориалов Кишинева. Красивый парк с фонтанами и скамейками, где можно отдохнуть и погулять. Здесь рекомендую. Есть еще один благоустроенный сквер в черте района – Мизон. Хотя каких-то два года назад люди обходили это место стороной. Сейчас же здесь новые тротуары, деревья, скамейки, детская площадка и авторские инсталляции. Этот парк привлек к себе очень много людей. Главное, сегодня эти люди, которые в соседство, они уже не идут в афганский парк, они уже не уезжают в центр города, они уже остаются здесь из-за удобства. Более комфортным стал и бывший аэропорт – Московский проспект. Его не ремонтировали несколько десятков лет. Однако в прошлом году все принципиально изменилось. Вдоль дороги появился новый тротуар. Теперь по нему хоть в кроссовках, хоть на шпильках. Но и это еще не все. На данный момент рабочие обустраивают зеленые зоны и проводят ирригацию. Радует глаз обновленный подземный переход на пересечении проспекта и Киевской улицы. Его даже назвали соответствующие – Москва и Киев. Правда, угадать города можно и без надписей. Стоит лишь взглянуть на изображение. Кремль, Родина-Мать, золотые купола соборов. Словом, маленькая заграница на Рыжкановке. Торговые автоматы уже давно стали обыденностью в нашей активной повседневной жизни. Ну, стоит себе, стоит, никого внимания к себе не привлекает. Вот если надо будет, то мы к нему подходим. Правильно? А зря. Некоторые автоматы поражают своей креативностью, и пройти мимо такого просто невозможно. Продукты из ящика – это уже совсем другие фокусы. Вендинговые аппараты называются. Эти роботы не дадут человеку умереть от голода. Ты ему деньги, а он тебе бутерброд. Бывают, правда, и казусы. О, пошел. Подстава! Удобство автоматов с провизией оценили еще сто лет назад. Тогда в основном торговали водой легкими закусками, а сегодня вендинг используют для реализации очень разных товаров. Здесь продаются жуки какие-то по 690 йен. Самые необычные сочетания, как всегда, в Японии. Здесь в автоматах вы найдете консервы, напитки, модели игрушечных поездов и даже елочные украшения. Но чем необычнее товар продает аппарат, тем даже лучше. Больше просмотров будет в интернете. Некоторые механизмы заменяют не только продавцов, но и поваров. Этот аппарат, например, готовит изумительную итальянскую пиццу. А здесь вам сварят восхитительный бразильский кофе. Бургеры, попкорн, салаты, паста – любой рецепт по силу этим стальным друзьям. Вареные крылья, по сути, да? Немного приправок. Есть можно. Заморский вендинг наносит по организму холестериновый удар. На помощь спешат сторонники правильного питания из Сергиева посада. Встречайте автомат, который бесплатно раздает людям яблоки. Уже в первый день установки жители города активно начали пользоваться ябломатом. Над названием, конечно, надо поработать. Но большинство изобретений так и останутся в нашей памяти безымянными героями. Вендинг каждый день совершает маленький подвиг. Одного от голода спас, другого поддержал в трудную минуту. Но больше всего просмотров в сети набирают аппараты, которые продают не товары, а услуги. Да, есть и такие. Вот, например, вендинговый автомат, который делает ключи. А этот металлический ящик стал домом для маленьких рыбок. Любой может купить для них корм и загадать желание. Последнее, как вы понимаете, бесплатно. В погоне за прибылью и лайками бизнес каждый год изобретает новые и все более невероятные механизмы. И вот уже даже автомобиль можно купить в вендинговом аппарате. Технический прогресс мы поддерживаем. Главное – все риски предусмотреть. Генеральный спонсор показа «Носкафе». Новое утро. Новый кофе «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Кушать, что ли? А что такое? Не успел позавтракать? Да. В очередной раз. Ну, слушайте, зато теперь сейчас тебя под разными рецептами, которые увидим. Вот поэтому тебе это будет делать максимально приятно, да? Да. В общем, прямо сейчас специально для вас кулинарные шедевры от бренда «Амбассадора» наших партнеров. Сети магазинов «Максимум» Дмитрий Бойко. Всем доброе утро. Меня зовут Дмитрий Бойко. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми и интересными рецептами или кулинарными идеями к вашему завтраку и не только. По сложившейся традиции в течение всей недели мы готовим несколько разных блюд на основе одного или другого ингредиента. На повестке этой недели – паста. Будем готовить три интересных блюда на основе пасты. Расскажу, как готовлю ее я. Будем использовать как классические рецепты, так и немного оригинальные. Начинаем, конечно, с баланьеза. Итак, что нам нужно? Конечно же, паста. Вообще, на самом деле, говорят, я читал много разных статей, диетологов и прочее, прочее. Говорят о том, что мы не поправляемся от пасты. Мы поправляемся от соуса, который есть в этой пасте. Поэтому соусом нужно быть внимательным. А если пасту вы покупаете из твердых сортов, из твердых сортов пшеницы, из экструдированной муки, то тогда у вас все будет хорошо. Итак, для начала мы варим пасту. Пасту нужно варить в большой количестве подсоленной воды. У меня уже есть заготовленный кипяток. Поэтому я его только хорошенько сейчас подсолю. Мы, кстати, уже, по-моему, поднимали эту тему по поводу того, что нужно ли добавлять в пасту, когда вы варите пасту, нужно ли добавлять оливковое масло, растительное масло или нет. Вообще, на самом деле, нет. Потому что поговаривают, что итальянцы, во-первых, так не делают, а во-вторых, когда вы добавляете оливковое масло и растительное масло, когда готовите пасту, то говорят, что оливковое масло создает некоторую пленку вокруг пасты, и поэтому она потом плохо впитывает соус. Поэтому не добавляем оливковое масло, делаем, как делают итальянцы. Все. Итак, у меня есть плюс-минус 10-12 минут, пока паста будет готова, и я быстренько готовлю соус болонезе. Что мне нужно для того, чтобы приготовить быстрый и легкий соус болонезе? Во-первых, нужно разогреть хорошо сковородку. Добавить сюда оливковое масло. Есть. Есть. Нарезать репчатый лук, обжарить репчатый лук. Репчатый лук нарезаем кольцами и добавляем сюда и обжариваем в оливковом масле. Вместе с луком в сковородку я кидаю, конечно же, одну из основных, наверное, ароматных трав, которые есть в Италии. Это тимьян. Я добавляю вот так вот большую крупную ветку, но помните о том, что тимьян при горячей температуре начинает так лопаться, как попкорн. Поэтому будьте внимательны, чтобы он вас не обжег. Есть. Тимьян. Лук. Обжариваем. Шикарно. Чудесно. Хочу добавить сюда, конечно, я не знаю, делают ли так итальянцы или нет, но я люблю так делать. Хочу добавить сюда чуть-чуть сахара для того, чтобы слегка карамелизовать лук. Чуть-чуть. Учитывая то, что я буду работать потом с томатной пастой или паста-пассата, как говорят итальянцы, пилайте, как ваше душе угодно. В любом случае томаты. Все равно сахар нужно добавлять в томаты, чтобы взбить кислоту. Поэтому для того, чтобы карамелизировать лук, я чуть-чуть добавлю сахара и пускай он у меня здесь прекрасно жарится. Проверяю пасту. Есть. Ну а теперь мне нужно приготовить мясо. У меня есть добротный кусок говядины. Зачищенный, уже зачищенный, помытый. Я нарежу его вот такими вот удобными для себя кусочками. И самостоятельно буду делать фарш. Здесь я должен уже рассказать вам о том, кто сегодня является моим помощником. Это суперкомпактная мясорубка от бренда Zellmer. Очень удобная в своем использовании. И реально очень маленькая. Очень просто моется. И у нее есть куча разных всевозможных насадок. И, кстати, даже та насадка, которую так любим мы и здесь. Насадка для метитеев. Ну или карнацеев, как ваше душе угодно. Есть. Шик. Еще знаете, что в ней... О, спасибо. Еще знаете, что в ней удобно? В ней удобно еще то, что у нее есть такие специальные присоски, которые делают ее... Она не скользит. Видите? Суперпрочный нож. Несколько разных насадок. То, что касается самого диаметра. И очень легка в использовании. Сейчас я только дождусь, пока мой лук обжарится. Он уже немного притушился. И я не буду, чтобы долго, знаете, как бы, чтобы не долго фантазировать на эту тему. Я прямо возьму и сделаю вот так. Удобно? Удобно. Пока у меня, значит, готовится фарш, я покажу насадку для метитеев. Она сюда вставляется, натягивается кишка и делается прекрасный метитеев. Ну или колбаски, например. Есть. И последний кусочек. Отлично. Спасибо большое, Зелмер. Как всегда, шикарно. Возвращаем на плиту. Разогреваем. И вновь обжариваем фарш вместе уже с луком и с тимьяном. Наша паста практически готова. Посмотрите, как я быстро приготовил фарш. То есть, как бы, реально все думают, что фарш это что-то такое очень долгое и очень суматошное. Но тем не менее. Итак, наша паста практически готова. Все, что нам сейчас нужно сделать, это слегка обжарить фарш и добавить томатную пасту. Здесь очень важный момент, когда вы добавляете томатную пасту, помните о том, что нужно слегка притушить жар, потому что томатная паста обычно очень сильно и активно бурлит и кипит. Может запачкать все вокруг. Поэтому, тем не менее, будьте просто внимательны. Когда вы добавляете томатную пасту, чуть-чуть приглушите огонь. Я пока сейчас добавляю соль и перец. Шикарно. Все, шик. О, посмотрите, как все быстро у меня происходит. Знаете, почему мне нравится готовить пасту в такой большой глубокой сковородке? Потому что я в ней же и могу ее подавать. Это реально очень удобно. Все, фарш практически готов. Он доготовится. Я слегка убавляю жар, добавляю томатную пасту. Вы можете добавить томатную пасту или томаты в собственном стаку. Это не имеет особо большой разницы. Ну, то есть, самое главное, смотрите, чтобы это были настоящие томаты, не томатная паста. Потому что многие могут, ну, не знаю, добавлять там, например, просто обычные томаты. Или, например, сейчас, вообще сейчас, на самом деле, когда уже сезон томатов проходит, сейчас томаты будут не очень вкусные. Поэтому вообще не стоит их добавлять. Итак, мы готовы сервировать. Наша паста готова. Как понять, что паста готова? Я расскажу вам. Очень просто. Вы берете одну пасту, неважно какую. Сейчас я покажу просто на одном кусочке. Если это форма спагетти, это форма спагетти. Если это форма, не знаю, фарфали, это форма фарфали. Вы разрезаете ее пополам и смотрите между. Если нет никакого белого такого кружочка, то значит паста готова. Если есть белый кружочек, то значит нужно еще чуть-чуть доготовить. У меня нет никаких кружочков белых. У меня все готово. Поэтому я прямо сейчас отсюда, с кастрюли, перекладываю пасту в мой волшебный соус. Не бойтесь, если немного попадет воды. Это даже хорошо. Потому что обычно я знаю о том, что когда готовят всевозможные соусы для пасты, добавляю даже воду, где она варилась, чтобы дать еще больше аромат, чтобы дать еще большую сочность. А я, например, не знаю, как вы, я ненавижу, когда в пасте мало соуса. Я люблю, когда его много, когда он щедро положен. И все. О! Вот это порция, посмотрите. Теперь, как говорят итальянцы, нам нужно пасту поженить. То есть соединить и объединить ее вместе с соусом. И она у нас готова. Мы готовы сервировать. У меня есть большая тарелка плато. Сейчас я пасту обвенчаю, поженю. Что может быть более прекрасней, чем большая тарелка пасты болоньеза? Мне кажется, паста греет душу, это правда. Итальянцы понимают абсолютно четко эту философию, как мне кажется. Все, пока я накладываю пасту. Мы с вами все помним о том, чтобы ни в коем случае не забывать подписываться на наш официальный канал в YouTube, Instagram, Facebook и Telegram или TikTok максимум.мд. Ну, а я выкладываю пасту и желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения в продолжении. Увидимся, счастливо, пока! Родители, они такие. Отец президента Украины Александр Зеленский зарегистрировался в Instagram для того, чтобы защитить своего сыночка от необоснованной критики. Так, и вот тут я просто обязан на тебя уточнить. Скажи, пожалуйста, родители, они такие, это какие? Ну, ты знаешь, всегда ринусы... Моя мама специально для него ничего не делает. Это разве что, потому что вырос и сам за себя отвечай. А вот моя мама, например, меня от любой критики защищает, на образу кидается. Странно, мне еще ни одного сообщения не пришло. Она просто тебе на спину привез все это время. Да, ну ладно, а то я думаю, что мне там постоянно ацетировать надо, да. Все свои посты Александр Зеленский посвятил своей семье. После шквала негатива в комментариях мужчина решил выложить отдельное сообщение, в котором указал противникам Зеленского, куда им следует податься. Вот вы пишете, жалуетесь, меня обзываете, проклинайте Вову, и если вас что-то не устраивает, вам все не нравится, идите и сделайте лучше, а не тявкайте в интернете. Я зарегистрировался здесь не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто не хочет даже то самое место с дивана поднять, ответил старший Зеленский. Он добавил также, что всю жизнь работала, чтобы жить так, как живет сейчас. И у меня, слава богу, все в порядке, констатировал отец президента Украины. Что-то, Таиса, у меня к тебе сегодня утром все больше и больше вопросов накапливается. Скажи мне, вот это вот слово, которое ты попыталась завуалировать, что? Это мягкое место. Попа? Да, я пыталась. И вот это слово пыталась завуалировать. Я хотела сделать это мягче. Да ладно, господи, это самое малое из того, что мы можем сделать, сказать слово попа. Очень хочется... Попа, наиболее. Хватит, перестаньте. А у нас все через попу. Все. В общем, будет ли у нас сегодня через то самое место все происходить? Либо кто-то ренется на нашу защиту, и все будет лучше. Или все будет опупенно. Об этом в астрологическом прогнозе. Овен. Начинается день особенно удачно, но вам нравится решать сложные задачи, находить ответы на вопросы, с которыми не справились другие. Возможны необычные знакомства, встречи с интересными людьми. Вы многому учитесь у окружающих, хотя сами этого не замечаете. Телец. Беспокойный день, но приятный и интересный. Появляется много интересных дел, в том числе совершенно новых для вас. Вы быстро во всем разберетесь и добьетесь первых успехов, почти не прикладывая усилий. Особенно хорошо вам даются дела, требующие внимания к деталям. Близнецы. Начало дня может быть беспокойным, но тревожиться особенно не о чем. Интуиция подсказывает вам, что скоро ситуация изменится к лучшему и не ошибается. Не исключены небольшие разногласия с близкими, но быстро найдутся решения, которые понравятся всем. Рак. В начале дня возможны неприятные моменты, какие-то мелкие трудности и досадные недоразумения. Не расстраивайтесь из-за них, все быстро наладится. День порадует хорошими новостями и удачными совпадениями. Лев. День может быть напряженным. Появляются новые дела и не сразу понятно, как за них взяться. Некоторым представителям знака приходится исправлять чужие ошибки, и приятного в этом мало. Вы стараетесь показать себя с лучшей стороны, но окружающие все же находят к чему придраться. Дева. Что бы ни происходило, вы настаиваете на своем и стараетесь достичь поставленной цели. Может сложиться непростая ситуация, но преграды вас не останавливают. Наоборот, вам нравится придумывать, как выбраться из безвыходных ситуаций и извлечь пользу из неблагоприятных обстоятельств. Весы. День необычных идей и новых планов. Не всегда задуманное можно осуществить немедленно, но это не беда. Интуиция подсказывает, что скоро наступит подходящее время для воплощения всех замыслов в жизнь. И не ошибается в этом. Гармонично складываются отношения с окружающими. Скорпион. В первой половине дня возможны какие-то напряженные моменты, но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Лучше не торопиться с решением вопросов, касающихся денег и имущества. Тут первое впечатление будет обманчивым, но не у всех хватит терпения, чтобы разобраться в ситуации. Стрелец. Старайтесь держать эмоции под контролем. Сейчас очень легко допустить ошибку, пойдя на поводу у мимолетных желаний. Поддавшись минутному порыву, вы быстро исправите свои промахи, но все же многое будет гораздо проще, если вы предпочтете руководствоваться здравым смыслом. Козирог. Беспокойный день. Вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, решать важные вопросы, помогать окружающим. Все это отнимает много сил, но у вас достаточно энергии для того, чтобы не бросить начатое, добиться нужного результата. Водолей. Благоприятный день. Беспокоиться особенно не о чем. Звезды на вашей стороне. И вы это чувствуете. Вероятно, хорошие новости и интересные предложения. Некоторые представители знака смогут повидаться с людьми, по которым скучали. Рыбы. Важно прислушиваться к интуиции. Сегодня она дает точные и очень полезные подсказки. Именно благодаря им вы решите проблемы, которые долго не давали покоя. Найдите ответы на сложные вопросы. Братья из Индии построили огромный трек для игрушечных машинок. Ну, это тот случай, когда мужики взрослеют в 43 примерно, да? Маленький болид смог проехать по 10 заранее подготовленным кольцам. И об этом сообщается на сайте книги рекордов Гиннеса. Ой, Рахану и Рахулу Дайял из Бумбаи удалось побить рекорд по количеству вертикальных петель, которые удалось преодолеть машинке. До них лидерство удерживал трек с 8 петлями. Трассу для этих машинок эти энтузиасты собрали за 3 дня, ну а на общее обустройство ушло около 60 долларов. Они всегда в тренде и при этом остаются практически неизменными на протяжении десятилетий. Хотя ты знаешь, в детстве я их терпеть не могла. Нет, ну, это я сейчас терпеть не могу. Вязаные жилеты, мы говорим про них. Это один из самых горячих трендов этой осени. Уютно, тепло, стильно. А как выбрать и с чем сочетать, мы расскажем далее. Объемная красивая вязка выглядит очень по-осеннему. Крупные косы лучше смотрятся на объемных жилетах оверсайз. Небольшие косички на жилетах, которые садятся по фигуре. Благодаря правильному расположению узора можно визуально скорректировать фигуру. К примеру, объемная коса по центру зрительно вытянет и добавит роста. А крупные косы по всему жилету – хороший способ за счет объема вверху подчеркнуть стройные ноги в мини-юбке или леггинсах. Лаконичный и аккуратный жилет гладкой вязки максимально листит фигуре. За счет отсутствия на нем декоративных объемных деталей он не добавит визуально килограммов. И даже если такой жилет будет не облегающим, а широким, он красиво драпируется на корпусе. Словом, если вам важно выглядеть максимально стройной и изящной, выбирайте жилет гладкой вязки. Трикотажные жилеты в стиле прэппи в списке самых желанных покупок сезона «Осень-зима-2021». Чтобы подчеркнуть свою любовь к вещам из гардероба британских студентов, делайте ставку на трикотажные жилеты в вертикальную или горизонтальную полоску, ромбик или клетку. А если вы наоборот хотите отдалиться от тематики «School Girl», присмотритесь к однотонным моделям. В жилетах очень удачно воплощается один из самых оригинальных стилей этника. Скандинавские, мексиканские и африканские национальные узоры стали отличным поводом для дизайнерских стилизаций. Модели с принтами – очень яркое и самобытное дополнение к нарядам в самых разных стилях – от экзотического бохо до неформального делового. Любимое сочетание модниц – жилет со свободной однотонной хлопковой рубашкой. Каноническим стали сочетания бежевого жилета с голубой сорочкой и джинсами. Трикотажный жилет можно носить и в качестве основного верхнего слоя, сочетая с брюками, джинсами или юбкой. Очень эффектно смотрится монохромный образ. Единая цветовая гамма визуально вытянет силуэт и сделает фигуру более хрупкой. А если захочется добавить акцентов, просто дополните наряд парой контрастных аксессуаров. Ну что же, будем прощаться и желать вам прекрасного дня в продолжении. Утро с вами начинал по классике. По классике и по традиции, я хотела ее сказать, Дмитрий Спиваку. И Таиса Разумовская. Пусть ваше настроение будет таким же приятным, как мое сегодня. Ох, и таким же вкусным день пускай будет, как на скафе-классик, в моей чашечке. Странно, что ты не откомментировала, проблубнешь утренний мой день. Хватит, потому что чуть-чуть меньше внимания надо этому утерять. Может быть, он закончится. Нет, это неиссякаемый источник. Как родники наши родненькие. К сожалению. Такие же прохладные, актуальные в жаркие летние дни. Ладно, вытерпела я тебя утро, вытерплю и завтра. Все, до встречи. Пока-пока. До встречи, пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нескафе.